Девушки отдыхают 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 Не понимаю. Внимание, ребята! Мы посмотрим всех вас по очереди и сделаем пробы. Идёт? Эй, парни! А? Львы против буйволов играют. Ну и что? С дороги пропусти! Львы победят смерть буйволам! Надо начать с... Мой бедный клюв! Где мы найдём звезду для сегодняшнего выпуска? Идея есть? Тихи, звезда, Саванны! Извини, хихи, гиены в Саванне не водятся. Хихи справится! Требуется представитель семейства кошачьих. Большой мускулистый хищник. Лев. Кто я? Счастливчик, будешь звездой спецвыпуска. Нон-стоп из «Жизнь львов» из серии тунимулсов. Что это с вами? Погодите! Куда он делся? Я его не вижу! На телевидении я с такой прической, какой позор! Подожди, я сделаю из тебя звезду! Вы попали точно по адресу, я лучший специалист по гривам. Вы, львы, очень тщательно ухаживаете за гривой. А как же, Оли? Иначе нас бы не называли королями джунглей. Предпочитаете стиль милитари? С такой стрижкой лев выглядит еще круче. Да, но это не в моем вкусе. Грубовато. Мое последнее творение. Та-да! Афра-грива! С такой прической незамеченным не останешься. Ну, я не знаю. Покажите еще что-нибудь. А вот при любопытнейшем случае три года отроду и до сих пор нет гривы. Да, потому что я львица, дуралей, у меня не должно быть гривы. Не огорчайтесь, сейчас столько имплантантов. Он прав, самкам гривы не положены. Кроме того, они меньше по размерам, чем львы. Невероятно, это же львица. Брысь из моего салона. Давай начнем съемку с твоей семьей Лео. Замечательная идея, Оли. Миссис Лео придет в восторг. Я отлично знаю, где ты был, жалкий врун. Сидел с друзьями у водопоя. Нас для телевидения снимают, родная, поаккуратней с метлой. Я ведь и разозлиться могу. Нервничает, когда меня нет. Ах, я нервничаю? Я думал, львы живут Прайдом и имеют несколько жен. Обычно да, но с меня хватит. То есть я счастлив с одной, понимаешь? В Прайде мы самцы главные, не возражаешь, душенька? Оф, малыш. Папочка, папочка, папа! Посмотри, па, у меня грива. Как славно, Леонард, скоро ты станешь моей копией. Как папочка. Нет, только не еще один. Здравствуйте, господин Сыч, а вы лысый? Какая прелесть, а еще есть? Нет, Леонард наш единственный отпрыск. Хотя обычно у львов от двух до пяти детишек. Но условия жизни меняются. Среда обитания стремительно сокращается. Так, Европа, Азия. Ага, вот Африка, вот чина царя зверей. В районе реки Конго, а я птица приземленная. Художники все так прямолинейно понимают. При такой скорости я мгновенно попаду в исчезающие виды. Так, о чем бишь я? Ага, львы живут в саванне, где еды в изобилии. В пустыне вы вряд ли встречаете льва. Это настолько же нереально, насколько нелепо смотрится в песках пингвин. Нелепо! Вы будете рассказывать об этом мне? Но погоди, сценарист, доберусь я до тебя. Я буду жаловаться на режиссера, продюсера, уборщицу, парня, разносящего сэндвичи. Мда, у писателя особое чувство юмора. Это была шутка, надеюсь, невинная. Продолжим. Львиный Прайд может занимать территорию от пяти до ста пятидесяти квадратных миль. Все зависит от количества доступной добычи и размера самого Прайда. Что за груда лежбока? Так это много? Да, Гризли, прикинь, десять полей для футбола. Больше. Ну, двадцать футбольных стадионов. Больше. Много. Как вы понимаете, мы не привыкли к тесноте. Сколько же стадионов? Прекратите пихаться! Что вы хотите этим сказать, мадам? Эй, я все вижу. Она мне гриву спутала. Кто же виноват в таком ужасном положении вещей? Ну, разумеется, человек. Ежедневно он отвоевывает все больше земли. И вот уже до африканской саланы добрался. Ничто не может остановить его. Эти человеческие существа не задумываются о последствиях своих победоносных действий. Численность львов уменьшается из-за человека. Никто меня не любит, о горе мне. Эй, откуда ты взялся, жиртрест? Природу надо беречь, потому что она исчезает. А с ней исчезнут многие виды зверей. Кажется, я закончу. Ой, только не еще раз. Опять подмахнулась. Кавалер? Ну, сначала надо хорошенько почистить зубы этому кавалеру. Идем, и не вздумай сопротивляться. Саванна, 7 часов 30. Сейчас уже половина саванны, а это почти четверть джунглей. Нет, кажется неправильно. Там вроде цифры где-то должны быть. На самом деле я не знаю, который сейчас час. Я даже всех цифр не знаю. Но 12, 11, половина четверть должны там быть. Или 30, 45 точнее. Да, кажется угадал. Оли, что ты думаешь по поводу моего парика для ночного сна? Не знаю, разве можно вообще спать при такой жаре? Я не я, а цыпленок табака. Когда я доберусь до этих писак, я им такого жара задам. Век не забудут. Может сменим тему, а? О, что это было? Полчища, мигрирующие саранчи, бич местных пастбищ. Уф, в следующий раз напомни мне, что можно мигрировать на поезде. Попал на телеэкран и даже не заметил. Смотри туда, куда прыгаешь. Хи-хи, хочет быть телезвездой. Успокойся, барнишка. Ой, гиена. Умоляю, не жгни меня, я знаю. Гиена питается львами. Но не трогай меня. Я так напуган, что падаю в обморок. Ну, счастлив. Все смеются над хи-хи. Никакого уважения к хи-хи. Ну вот, все старания на смарку. Ох, разорюсь я на этих парикмахерах. Надеюсь, я застрахован. И кто придумал эту дурацкую миграцию? И почему нельзя поселиться раз и навсегда? И на том спасибо. Еще один прохладный денек в саванне. Не думаю, что выдержу долго такое пекло. Скорее бы наступил сезон дождей. Очень смешно. Сначала срывают кастинг, потом саранчу насылают. Как тебе моя грива? Откуда в саванне осьминог? Перепуганный до смерти, между прочим. Прошу прощения, что встреваю. Но, Оля, ничего страшного, если ты лысый. Мой папа... Ай. Детишки, такие болтуны. Я не лысый, ясно? Ладно, Леонард. Пойди, поохотиться немного. Пока. Молодец. С удовольствием посмотрю, как Лев охотится. Когда-то я отлично охотился. Ты ни разу в жизни своей не охотился, Лгун. Охотимся мы, львицы. Идем, Оля. Любопытно. Так мы на пикник? Я бы показал, да есть проблемка. Неужто парики закончились? Смешно, нет. Нам нравится охотиться ночью. Легко, надо бы проучить старого враля. Цельс. Опять я только задребал, я требую передышку. Саванна, 8 часов 15 минут. Прежде всего запомни, львицы охотятся не в одиночку, а группой. И не преследуют жертву, а стараются подкрасться к добыче незаметно. Давай понаблюдаем. Беда в том, что у львов очень сильный запах. Что такое? Ой, неужели они опять? Она моя, моя, дай! И даже самые сложные маневры не гарантируют успеха. Дезодорантом пользоваться надо, девушки. Когда-нибудь этот запах меня доконает. Саванна, 8 часов 30 минут утра. Не надо толкаться! У львов слабое зрение? Не совсем, скорее затуманенное. Затуманенное зрение! У тебя затуманенные мозги! О, женщины! Видишь ли, Оля, у нас фантастический тонкий слух и посредственное зрение. Но ничто не ускользнет от меня. Верно, Марабу? Марабу! А твое обоняние вне конкуренции. Бежим! Я же предупреждала, не суйтесь ко мне! Лео! Куда он подевался, никчемный муженек? Привет, дрожайшая моя! Прошу прощения, мэм. Я все объясню, любимая. Но у Оли лучше получится. Да, мы и так просто... За хлопки клюв цыпа. Ну не надо так, родная, да, нам передохнуть. Что? Ничего. Ладно, раз ты такой замечательный отец, останься дома и пригляди за ребенком для разнообразия. А я с подружками повидаюсь. То ли это уже не вела светского образа жизни. По крайней мере, можно расслабиться. Ага, попался, Оли. Так ты лысый, скажи мне. Леонард! Не будь с ним слишком груб, Леонард. Слышишь, что отец тебе говорит? Дети совсем от лап отбились в наши дни. Хватит, малыш. Я хочу посмотреть. На помощь мамы Кэнга. Оли звал меня. А, ясно, иди-ка сюда, малыш. А ты кто такая, подраться хочешь? Спасибо, а то меня он достал. Послушай, Львенок, веди себя прилично, иначе я тебя. Да, малыш уже настоящий зверь. Хочешь леденец? Нет, спасибо. Это для маленьких, а я с трех месяцев ем свежее мясо. Давай поохотимся. Эй, тебя мама должна научить. В мои обязанности это не входит. Ладно, с чего начнем? Нам повезло, Леонард. Теперь смотри внимательно. Великий охотник на охоте. Сначала спрячься, чтобы никто не смог тебя найти. Сначала спрячься. Подкрадываемся ближе и ближе. Ближе и ближе. Верно. Потом делаем злобную морду и готовимся. Делаем морду и готовимся. Ой, прости, и камни перепутала. И убегаем. Ясно. А точно так охотятся? Мы немного отстаем, а я вроде еще не выходил или выходил. Кто-нибудь меня видел, а сейчас видите, не знаю, день или ночь, сейчас бардак. Саванна, 16.45. А вот идеальный парик для царя. Посмотрим. Смешно аж голову сносит, буквально. Нет, не то. Попробуем этот в карибском стиле, он почерпнет мое чувство ритма. Психий охотник на львов. Ну хорошо, хорошо, я ваша добыча. Вы меня поймали. Вот кусаться не надо. Все, хватит. Порезвились и будет. Никому доверять нельзя сегодня. Испоганили мою вторую удачную грибу. Фантастика. Что я нашла? Теперь я буду самой красивой в саванне. Летающая швабра. Я швабра? Го, она тебе в глаз. Опять же навозили. Сколько же он весит? Недурно. Ничего подходящего. Эй, ты там? Тебя кто-то откликнул, вроде бы... Ну конечно, я знаменит, я звезда. Нет, приятель, ты... Лев? Тебе-то что с тобой? Я должен выяснить точный вес льва. Броник! Мой точный вес, мое личное дело. Почему я должен говорить тебе? Лев мужского пола может весить столько же, сколько... Нет, бегемот не подходит. Лев мужского пола может весить, как два страуса. Говорила же я тебе, не надо отходить далеко от летнего лагеря. Ужас. Ну, горилла, ты закончил, а ты не трогай мою грилу. Мне неловко докучать, но... О львице? Что о львице? Проверим, мудро. Вы весите, гад? Что ты хочешь сказать? Что я страшная, грязная и толстая? Нет, ничего подобного. Вы весите гораздо меньше. Кроме нашего веса, что тебя еще интересует? От вашей зубы. У нас челюсти. Они достаточно крепкие для охоты. Сейчас посмотрим получше. Помогите! Бегу! Я ведь владыка джунглей. Держись, Оли. Сейчас я тебя вытрясу из него. Эй, пылесос, отпусти его. Какая-то безумная серия. Ой, как быстро. Где ты так выучился? Наверное, это переодетый гепард? О, фу, устал. Если ищешь улетного петуха, он туда умчался. Львицы должны быть в хорошей форме, поскольку нам приходится охотиться. Ой, это слишком быстро. Остановите эту штуковину! А могут соперничать с мопедом. Тормози, гризли, тормозли! Осторожно, я нашел тормоз, Оли. Какое счастье! Дайте рекламу скорее! Рекламную паузу! Модный дом, Лайонел. Тонимонс представляет уникальное средство. Пену для укладки волос. Король джунглей. Я пробовал ее на себе, братва. Действует! Каково, а? Теперь добавим немного этого для блестящих переливов. И, наконец... Кажется, я переусердствовал с восстановлением волос. Расчетка есть? Лайонелс пробуждает дверья внутри тебя! Вы испортили мне ролик, мне нужен был короткий парик! О, гадость! Ядовитый небось, я предупреждал. Что я наделал? Ох, желудок! Что такое? Так и от голода умереть недолго. Но почему у меня нет нормальной работы? Посмотрим, удалось ли моей истеричной жене поймать что-нибудь на обед. Что ты там говорил о своей истеричной жене? Я говорил, что моя обожаемая жена пообедает вместе с нами. Это вряд ли, Лео, потому что обеда нет. Мне не удалось поймать ничего. О, нет! Иногда я ненавижу свою жизнь. Но это невозможно, милая. Ты же лучшая охотница саванны. Да, но и тут никаких проблем нет. Новые телеобеды нас выручат. Гризли, вези припасы. Как чьи? Еду вези, Гризли, еду. Мясо. Эквивалент семьи жирным курам. Отлично. Миссис Лео вновь пошла на охоту. Ей характера не занимать. Не волнуйся, припасы едут. Как остановить этот драндулет? А вот и еда с доставкой. Надеюсь, готовят он лучше, чем ездит. Гризли! Неси еду сюда! Эй, вы, еда! Вам разбегаться не положено! Еда! Я попросил тебя привезти к эвивалент себе жирных куриц. Поэтому я и привез семь открубленных кур. Они эквивалент сами себя. Мясистые, свежие, вкусные. А еще говорят, что я истеричка. Тина не теряет перьев на голове. Что? Погоди, я должен проверить научные данные. Очень важные, не мешайте мне. Значит, взрослый лев может есть животных от 50 килограмм веса, как гиена. Да? 500 килограмм, как буйвол. Я все правильно изложил, Фоли. А? Очень хорошо. Сейчас пора огласить вопрос нашей викторины. Почему у льва такой шершавый язык? Вариант А. Для лучшего удержания пищи. Вариант Б. Чтобы дразнить гиен. Или С. Чтобы пробовать еду. Понравится или нет? Угадывайте. Иду, иду. Я поехал куриць кормить. Он увозит еду. Нет. Успокойся, не надо так. В документальных фильмах? А я видел их немало. Львы всегда в первую очередь едят. А у меня ничего, практически ничего. Это обучающая программа. У нас серьезное документальное кино, Лео. Тони Молцы. Стой, Куренок. От меня не уйдешь. Я же охотник. Как тяжела доля ведущего. А еще это жара. Вот именно. А что я тут делаю? Ума не приложу. Если 24 часа было, значит должно быть и 42. Это больше или меньше, который час? Скажите мне. От души поблескаться. Вот что мне нужно, чтобы перенести жару. Ты прав, но если немедленно не вылезешь, этот заплыв станет последним в твоей жизни. Моей? Я отлично плаваю. Ой, зачем тебе такие большие глаза? Ай! Помогите! Спасибо, что предупредил Лео. Лео, Лео! Жена зовет. И, по-моему, она в плохом настроении. Что стряслось? Быстрее! Ты же не хочешь заставить ее ждать? Да я бы век ее не видел. Снова дурака валял с этим пернатым. Позвольте, я профессионал. Помолчи! Я караулил мою лапушку. Ты дрых, как всегда, недотепа. А тем временем эти бесстыжие гиены пытаются выкрасть нашу еду. Над чем хохочешь, блохастый? Я иду купаться. А ты сам знаешь, что делать. Осторожно там! Пусть себе идет Оли. Не дергать судьбу за хвост, ясно? Понял. А теперь разберемся с вами. Сейчас вы увидите царя зверей в действии. Давно пора. А он не шутит. Большой лев, не пугай меня! Внимание! Итак, что в этих мешках? Испортившаяся еда! Фу! Вонючая падаль! Гиены едят. Молча взял мешок. Он далеко заходит. А ты скажи мне, кто вас тут командует? Быстро выкладывай! Немедленно! Хи-хи смеется, хи-хи больше не может. Вы двое вступаете! Ой, лучше этого не видеть. Не туда, дружок! Фу, что за запах! Как поступишь с ним, Лео? Игра закончена! Точечный удар! Хи-хи летит домой! В мусорный бочок! Метко! Как тебе мое исполнение роли в ладыке джунглей? Изумительно! Эта штука пахнет словно... Да уж, говори как скунс. Надеюсь, со зрением у тебя лучше, чем с обонянием. Что ж, друзья-то унимолсы, вот и подошел к концу наш документальный фильм о Великом Льве. Рыкни нам еще разок. Я не могу позволить такую концовку. Я без гривы и все такое. А мы знаем, а мы знаем, что ты лысый, цыпа. До следующей встречи! Вернись, лысый! Конец? Но чем же мне закончить? А вот таким манером... А-а-а-а! Вот именно так! Главным героем следующей серии станет наш Гризли, который попытается найти себе подружку. Броник тренирует Гризли, чтобы тот обрел новые, более мощные очертания. Но хоть медведи сильные и ловкие, звери наш Гризли явное исключение. Мы узнаем много нового о медведях. Северные медведи, левши или правши? Хорошо или плохо, видят медведя. Правда ли, что они без ума от меда? Вы познакомитесь с медведицей, которая сыграет с Гризли свадьбу в год тунимулсов. И многое-многое другое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова